Ребят, сейчас мы все строимся в зонке, в линию, вошире встаем. Хорошо, поехали со мной. Тренировочный день Одинцовских хоккеистов начинается с построения. На льду ребята, которые занимаются уже второй год. Спортивный урок длится, как в школе, 45 минут. Неудивительно, ведь в новом сезоне вместо секции хоккей появилось отделение детско-юношеской спортивной школы Одинцова. Родители, так же как и муниципальная власть, несут ответственность за здоровье детей. Если дети будут здоровые, крепкие, сильные, тогда мы получим ожидаемые результаты по единому государственному экзамену и призеров Олимпийских игр. В отделении хоккей ребята 5 лет и старше. Со спортивной молодежью здесь работают 15 специалистов под руководством заслуженного тренера России Федора Конорейкина. Сильный тренерский штаб – отличительная особенность отделения хоккея в новом сезоне. На Одинцовском льду ждут и взрослых ребят, которым в прошлом году по разным причинам пришлось покинуть свои команды. Мы готовы, конечно, принять малышей, это однозначно. Но мы также, у нас двери открыты и для ребят более старшего возраста. Мы будем просматривать их. У нас есть, в общем-то, места, которые можно дополнить. Мы, конечно, ждем своих воспитанников, что они начнут возвращаться, потому что многие ребята играют в Москве. В новом сезоне к тренировке ребят второго года обучения приступил мастер спорта СССР, житель города Одинцова Игорь Борисков. Ученик Федора Конорейкина, игрок знаменитой команды «Крылья Советов», умело совмещает теорию с практикой. На первом месте – уверенное катание. На втором – спортивный ликбез. Тренер уверяет – хоккей доступен всем и каждому, нужно только захотеть. Прийти можно и в 8 лет. Если у ребенка есть желание, то неважно, во сколько он пришел. Главное, чтобы у него, не у родителей. В большей степени родители хотят, а нужно, чтобы хотели дети сами. Мы пошли сюда, как и куплять иммунитет. То есть для ребенка это очень важно. Меньше болеет, больше здоровых дней на площадке. А во-вторых, как бы самому ребенку очень нравится. То есть хоккей у нас постоянно по телевизору идет. В отделении хоккея продолжается набор. Приглашаются все желающие заниматься этим видом спорта. Тренировки проводятся в Денцово на льду центра хоккей и фигурного катания. Индивидуальный подход и серьезные планы дополняются строгой дисциплиной, без которой в спорте, как и в жизни, высот не видать. Ребята, приходите заниматься хоккей, это здорово. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.